С главными новостями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. На него зарегистрировано рекордное число участников – более 10 тысяч человек. Гости – это руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, политические лидеры, представители правительств, вице-премьеры, губернаторы и министры. Девиз форума – на пороге новой экономической реальности. В своем приветственном слове к участникам мероприятия президент страны Владимир Путин отметил, что мировая экономика испытывает все большее влияние политических и социальных факторов, а стоящие перед ней вызовы требуют согласованных действий ради устойчивого и сбалансированного роста. Поэтому глава государства призвал сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынков и наметившуюся трансформацию глобального технологического уклада. Торжественная церемония открытия форума прошла в зале конгрессов. Сначала гостям показали красочное шоу. На сцене кружились воздушные гимнасты на фоне известных картин Кузьмы Петрова-Водкина, Пабло Пикассо и других художников. Затем с приветственным словом гостям и участникам обратился заместитель председателя правительства России Сергей Приходько. За прошедшие два десятилетия наш форум стал признанной во всем мире площадкой для открытого диалога представителей бизнеса и власти, для разговора официальных кругов и деловиков по наиболее острым, насущным проблемам, которые касаются каждого из нас, которые касаются каждой из наших стран. Программа юбилейного форума – одна из самых насыщенных за все его время проведения. Три дня включает в себя более ста мероприятий. Деловые форумы ШОС и БРИКС, саммит энергетических компаний, конференция по экономическому развитию Арктики, специальная сессия Валдайского клуба и форум деловой двадцатки. На нем представители бизнеса и органов власти говорили о торговле и инвестициях, о том, что необходимо сделать для эффективного функционирования международной торговой системы и как рационально использовать финансы, чтобы стимулировать экономический рост в условиях довольно еще медленного восстановления мировой экономики после кризиса. Мировая торговля из локомотива экономического развития превратилась фактически в его тормоз, сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Мы в России также сталкиваемся с посредствиями этого глобального вызова, который в том числе выразился в серьезном падении товарных рынков. Но нижняя точка спада пройдена. Идет достаточно быстрое восстановление российской экономики. Начиная с третьего квартала российская экономика будет показывать рост. Говоря о иностранных инвестициях, стоит отметить, что после непродолжительного периода, вызванного некоторыми геополитическими разногласиями, зарубежные компании постепенно возвращаются в Россию. По данным британского консалдингового агентства Ernst & Young, которое сегодня озвучило результаты собственного исследования, по темпам роста иностранных инвестиций Россия вышла на первое место среди 10 европейских стран.